Друзья, всем привет! Вещай из Кипра, здесь я прохожу ретрит и у меня появилось вдохновение поделиться с вами очень хорошим упражнением. Называется оно «Ключ», «Ключ красоте и молодости». Помимо физического упражнения, оно еще помогает убрать с тела все психоэмоциональные состояния. С нами поделилась Ясна, наш наставник, этим упражнением, а я делюсь с вами. Давайте приступим. Ставим ножки на ширине плеч, сгибаем слегка в коленях и начинаем пружинить. Вот так вот пружиним ножками, но так, чтобы было легко, напряжения в ногах быть не должно. Следующее действие, мы раскрываем грудную клетку с помощью вот такого упражнения руками. Поднимаете руки вверх, раскрывая грудную клетку. На вдохе, на выдохе руки опускаете, при этом пружините. И выглядит это вот так. Делаете это упражнение 2-3 минуты. Второе упражнение. Мы остаемся в той же позе, согнутыми ножками и также пружиним. Только теперь мы раскрываем грудную клетку вот так. На вдохе и закрываем на выдохе. Вы можете поймать свой ритм и делать ножками по-своему, то есть пружинить по-своему. Но пружинить обязательно надо. Третье упражнение в той же позе. Также ножки у нас согнуты, мы также пружиним. Только ручками теперь мы машем. Также поймайте свой ритм. Ручки должны быть как веревочки. Не обращайте внимания, что должно быть правильно или неправильно. Машите ручками так, как вам удобно. Так, как просит тело. Тело выгружает все ненужные эмоциональные состояния. Закройте глазки. Расслабьтесь. Подумайте о чем-то хорошем. Не забывайте дышать. Самое главное в этом упражнении еще – это дыхание. Дыхание дает нам жизнь. Это упражнение также делаем 2-3 минутки. Можете делать больше, но не меньше. Следующее упражнение, оно также с пружиниванием. Также у нас ножки остаются в том же положении. Только теперь мы работаем с головой. Вы ставите себе точку визуально и тянетесь головкой к этой точке. Может хрустеть шея, не пугайтесь. Это упражнение, вообще все эти 5 упражнений, они направлены на больше интуитивное. То есть вы делаете это упражнение, не думая, правильно вы делаете его или нет. То есть главное, чтобы в ножках не было напряжения. И последнее упражнение, мое любимое, называется «Водоросль». Очень такое, оно почти как медитация. Смотрите, оставляете ножки в положении полусогнутом, но так, чтобы не было у вас напряжения. Вы должны быть полностью расслаблены. Вот в этом положении вы закрываете глазки и представляете, что вы водоросль в океане. У вас нет проблем. Вы просто водоросль. Следуя за течением. Не думайте, куда вы направляетесь. Просто расслабьтесь. И представляйте, что вы водоросль. Не забывайте о дыхании. Очень важно правильно дышать. Вы водоросль. У вас нет проблем. Вас ничего не беспокоит. Вас ласкает теплый Индийский океан. Вы следуете из-за теплого течения. Вам хорошо. Движения могут быть разные. Просто расслабьтесь и пусть ваше тело двигается. Это упражнение может длиться и больше, чем 3 минуты. Прислушайтесь к своему телу. Это очень важно. Вообще слушайте свое тело. Я была рада показать вам это упражнение. Надеюсь, оно вам поможет. Намасте.